Все последние годы КАМАЗ старательно привлекал иностранных компаньонов. Так в набережных Челнах появилось производство тормозных систем Кнор Бремзе, коробок передачи ЦТФ и двигателей Каменс. Все эти совместные предприятия, образно выражаясь, теперь оказались национализированы. Скажем, турбодизели Каменс серии ISBE и ISLE отныне выпускаются под маркой КАМАЗ как 667 и 689 серии, и гамма моторов будет только расширяться. Во всяком случае, новиком банк выдал КАМАЗу банковскую гарантию почти на 4 миллиарда рублей. Она как раз понадобилась дочерней фирме автогиганта, обществу Ками Дизель. В свою очередь, имея банковские гарантии, Кама Дизель, так теперь именуется бывшая СП Каменс Кама, воспользуется льготным займом от Правительственного фонда развития промышленности. Сам заем, как гласит пресс-релиз, необходим, чтобы наладить выпуск некоего нового двигателя, предназначенного для дорожно-строительной, промышленной и сельскохозяйственной техники. Другой информации, касающейся моторной новинки, пока нет. Между тем, в корпоративной газете грузового автогиганта вышло большое интервью директора автомобильного завода КАМАЗ Антона Сарайкина. И в нем обнаружилась как минимум одна сенсация. Оказывается, во второй половине этого года на территории предприятия начнется расчистка площадки для возведения нового цеха. В этом цеху будут делать ведущие мосты для грузовиков свежего поколения К5. Проект мосты утвержден Фондом развития промышленности, а значит получит льготный государственный заем. Объем инвестиций определен, а часть необходимого оборудования сейчас контрактуется. Итак, КАМАЗ организует линии обработки литой балки и других деталей моста. И в целом смонтирует новый сборочный конвейер, который будет оснащен умными системами контроля затяжки соединений. При этом сами детали моста, похоже, будут делаться в соседнем Казахстане. В Кастанайской области полным ходом идет возведение нового чугунолитейного производства, а также завода по производству главных передач. Запустить линейку планируется до конца нынешнего, а трансмиссионку до конца 2025 года. Эти сроки президенту Казахстана Касыму Жамар Тутакаеву назвал Аким, то есть глава Кастанайской области Кумар Аксакалов.